привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников наши подписчики и зрители уже не в первый раз задают нам один и тот же вопрос касающийся электромагнитных волн вот спрашивают они вы изображаете на картинке электрическое поле и магнитное поле в электромагнитной волне находящимся в одной фазе где электрическое поле достигает максимум там и магнитный достигает максимума но как же так говорят они ведь мы твердо знаем что в колебательном контуре ток и напряжение сдвинуты один относительно другого на 90 градусов по фазе и когда так максимален напряжение равно нулю а когда напряжение максимально ток равен нулю но магнитное поле пропорционально току и электрическое поле пропорциональн напряжению вокруг колебательного контура они очевидно сдвинуты на 90 градусов но почему тогда в волне которую создает антенна антенна по сути является таким колебательным контуром этот сдвиг исчезает не ошибаетесь ли вы нет мы не ошибаемся с этим кажущимся парадоксом мы сегодня и будем разбираться и конечно все кто говорит о том что электрическое и магнитные поля вблизи антенны сдвинуты друг относительно друга на 90 градусов безусловно правы и мы сейчас сделаем некоторые оценки а для этого рассмотрим антенну она состоит из двух шаров и соединяющего их проводника такая антенна называется вибратором герца герц делать такими антеннами свои эксперименты ну и здесь выполняться должны некоторые условия я обозначу расстояние между шарами а и это расстояние в наших оценках будет много меньше чем длина волны которую это антенна излучает значит частоты на которых она работает не слишком велики а мы будем делать свои оценки в ближней зоне то есть на таких расстояниях которые заметно больше чем расстояние между шарами, то есть в области, где дипольное приближение уже работает. Но это расстояние все еще меньше заметно, чем длина волны. А еще я буду записывать все свои формулы в системе СГС, которую, как говорилось в одном из наших недавних роликов, очень любят физики. А делать я буду это потому, что в системе СГС в формулах скорость света С появляется в явном виде. Она существенна для нашей задачи, а не собирается к комбинации эпсилон нулевое и мю нулевого. Я изобразил здесь антенну вибратор Герца в двух фазах, когда шары максимально заряжены, и вокруг антенны имеется электрическое поле Е. И в той фазе, когда шары разряжены, по проводнику соединяющему течет электрический ток И, и вокруг имеется магнитное поле B. Обозначу дипольный момент антенны в этой фазе через букву D. D это произведение заряда на расстоянии между шарами. И тогда электрическое поле, создаваемое диполем, оно падает как единица на R-куб. Ну и я напишу оценочно, не вводя зависимости от координаты, только от радиусу. Электрическое поле пропорционально величине дипольного момента, обратно пропорционально кубу расстояния от точки, где оно наблюдается, до диполя, ну и еще здесь припишем синус омега Т, чтобы не забывать, что у нас поле осциллирует. Теперь посмотрим на эту фазу. Здесь нам надо ввести величину тока максимального по амплитуде, но ток это у нас производная заряда по времени, ну и тогда при дифференцировании получится, что И это омега на Ку. Ну и по закону Биосавара-Лафласа, магнитное поле, оно будет падать как единица на R-квадрат, ну соответственно здесь напишу И на А. Вот это самая скорость света, которая появляется в СГС и R-квадрате в знаменателе, и теперь у нас будет не синус, а косинус омега Т. И я подставлю сюда ток и выражу Q через дипольный момент, еще и лямбда подставлю и перепишу B в виде множитель R делить на лямбда отношение расстояния к длине волны, ну и умножить на тот же D на R-кубе, который был в электрическом поле. И мы видим, что для такой антенны магнитное поле в R на лямбда раз в ближней зоне меньше электрического поля. И тем самым получается, что в ближней зоне энергия вкачивается в основном в электрическое поле, в магнитном поле доли энергии очень мала, ну и антенна ведет себя реактивным образом, то закачивает энергию в электрическое поле, то наобратно электрическое поле отдает энергию в антенну, ну а в волну уходит очень малая часть этой энергии, что конечно не выгодно, поэтому реальные антенны строят сравнимые по размеру с длиной волны, ну классический полуволновой вибратор, о котором мы когда-нибудь поговорим в отдельном ролике. И кстати, если бы мы заменили электрический диполь магнитным, то есть таким кольцом, по которому течет переменный электрический ток, то наоборот практически вся энергия в окрестности этого кольца сидела бы в магнитном поле. Электрическая бы здесь тоже возникала в силу закона электромагнитной индукции Фарадея, но в электрическом поле содержалась бы малая доля энергии. Опять же, как бы поля соотносились с тем же коэффициентом r делить на лямбда, ну а соответственно энергии квадраты полей как квадрат этого коэффициента. А теперь давайте посмотрим на то, что я сделал. Фактически я рассматривал электрическое поле антенны как в электростатике, как будто это поле постоянного диполя. Нашел зависимость от расстояния единица на r кубе, а потом взял и приписал синус омега т, вспомнив, что это поле переменное. И точно так же с магнитным полем поступил. Нашел его так, как будто по проводнику между шарами течет постоянный электрический ток, потом вспомнил, что он переменный и приписал косинус омега т. Но при таком подходе мы не находим точных решений, и не учитываем такие малые поправки в ближней зоне, которые потом и дают основное решение в дальней зоне, там, где от антенны распространяются электромагнитные волны. И сейчас мы займемся этими поправками. Я не буду выписывать уравнения Максвелла целиком, потому что у нас здесь не университетский курс электродинамики, но кое-какие действия мне придется совершить. И давайте еще раз посмотрим на уже выписанное электрическое и магнитное поле в ближней зоне. Я считал, что магнитное поле порождается током текущим по проводнику в силу закона Биосавара Лапласа. Но я точно также мог считать, что это магнитное поле связано с электрическим полем. Ну, в силу уравнения Максвелла, который говорит, что вихревое магнитное поле порождается переменным электрическим полем. И вот эту величину исторически называют током смещения. Вот. Но у нас есть и закон электромагнитной индукции Фарадея, который мы можем применить теперь к магнитному полю. И он говорит, что вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным полем. И в силу этого закона у нас появляется слабая поправка к электрическому полю, которая будет, ну вот как Б было мало по сравнению с Е здесь, так вот это Е будет мало по сравнению с вот этим Б здесь. И тут у нас появится уже Д делить на лямбда в квадрате Р. И синус омега Т будет стоять, потому что было дифференцирование по времени. Ну и я бы пометил по степеням, вот это у меня электрическое поле самое сильное. Здесь дайте мне троечку. Припишу, что третья степень была у Б, вторая степень в зависимости от расстояния, а вот этого Е в этой поправочке мы ей припишем единичку, первая степень у Р в знаменателе. А теперь посмотрим на поля Е3 и Е1. Мы уже сказали, что в ближней зоне поле Е1, которое ведет себя как единица на лямбда квадрат Р, много слабее поля Е3. Но в дальней зоне все происходит наоборот. Поле Е3 падает быстро с ростом Р, а поле Е1 падает относительно медленно. И поэтому главным там, где расстояние до антенны, много больше длины волны, оказывается поле Е1, которое мы нашли в качестве поправочного для ближней зоны. Но сдвиг между электрическим и магнитным полем в этой записи все еще равен 90 градусам, Пи пополам. Магнитное поле осциллирует как косинус омега Т, а электрическое как синус омега Т. Как же оказывается, что в электромагнитной волне электрическое и магнитное поле по фазе не сдвинуты друг относительно друга? А чтобы ответить на этот вопрос, нам и нужно получить сейчас электромагнитную волну. И сейчас мы ее получим. А для этого нам надо учесть фундаментальный факт запаздывания сигнала из-за того, что он распространяется с конечной скоростью света. И если у нас диполь осциллирует как синус омега Т, то электрическое поле на расстоянии Х осциллирует не в той же фазе, но с некоторым запаздыванием, которое я здесь обозначил через дельта Фи. И чтобы найти фазу запаздывания дельта Фи, мы сначала найдем время запаздывания дельта Т, которое очевидно равно расстоянию Х от антенны до места, где принимается сигнал, делить на скорость распространения сигнала, то есть скорость света С. А чтобы найти фазу дельта Фи, надо дельта Т умножить на омега, значит, соответственно, у нас омега сюда припишется. И С поделить на омега, это не что иное, как длина волны лямбда, поделенная на 2Пи, потому что 2Пи у нас и в угловой частоте имелось. Ну, соответственно, мы это переписываем в виде 2Пи Х поделить на лямбда. И еще вот это хозяйство для лямбда, его называют волновым вектором, обозначают буквой К, ну и, соответственно, я сделаю последнее переписывание дельта Фи равняется КХ. И я могу теперь это дельта Фи поставить в выражение для электрического поля Е пропорционально синус омега Т минус КХ. И вот мы получили электрическое поле, которое ведет себя как волна пропорционально синус омега Т минус КХ. Ну, конечно, там в дальней зоне есть еще постепенное изменение амплитуды этой волны, единица на Р, мы его знаем. Но это изменение медленное, а поле осциллирует быстро. И сейчас мы из этого электрического поля получим магнитное поле, которое осциллирует с ним в одной фазе. И теперь мы воспользуемся уравнением Максвелла для электромагнитной индукции. Значит, зависимость электрического поля от координаты и времени мы нашли. Теперь надо найти ротор Е. Ну, это у нас будет дифференцирование по координате. И в результате ротор будет пропорционален косинусу омега Т минус КХ. Значит, и ДБ по ДТ будет пропорционально косинусу омега Т минус КХ. Ну, а соответственно, магнитное поле, значит, дифференцирование дает косинус, значит, само магнитное поле. Оно пропорционально синусу омега Т минус КХ. И мы видим, что магнитное поле и электрическое поле в электромагнитной волне, они сейчас у нас оба пропорциональны синусу, и стало быть, они осциллируют в одной фазе. И стало быть, все наши рассуждения правильные. Вблизи от антенны, в ближней зоне, электрическое и магнитное поля осциллируют со сдвигом в 90 градусов. А точнее сказать, почти 90 градусов. Ведь если бы сдвиг фазы составлял в точности 90 градусов, то энергия вообще не уходила бы от антенны волну. А вдали от антенны, в дальней зоне, электрическое и магнитное поля осциллируют практически в одной фазе. Что и требовалось показать. И тут кто-нибудь, конечно, обязательно спросишь, а где же объяснения на пальцах? Вы же так любите давать такие объяснения. Ну и здесь мне придется повторить слова Генриха Герца, когда его спрашивали, как возникают электромагнитные волны. Он говорил, ну, объясняется все это в рамках теории Максвелла. А теория Максвелла это не что иное, как уравнение Максвелла. Ну, я старался уравнениями вас не перегружать, вы сами видели. А кто сможет объяснить проще? Пусть объяснит проще и всем расскажет. А ваши соображения и вопросы вы можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе. А сейчас спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok